Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В Кумертау продолжается освоение денег, выделенных на развитие бизнеса. Общая сумма 95 миллионов рублей. 7 ноября в здании администрации городского округа состоялось очередное заседание, на котором подвели итоги конкурса. Подробнее об этом расскажет мой коллега Константин Меркушев. 7 ноября в здании администрации города Кумертау прошло очередное пленарное заседание малое и среднее предпринимательство. На заседание было представлено 4 вида поддержки. Стартап, лизинг, приобретение оборудования и социальное предпринимательство. Тогда за два этапа 48 предпринимателей прошли конкурсный отбор. 5 пакета документов вернули на доработку. В результате все они прошли конкурсный отбор. Предприниматели ответственно отнеслись к данному вопросу и в их интересах быстрее их доработать и быстрее получить деньги на перечисление. Поэтому все 5 пакетов документов были отработаны быстро, отработаны хорошо. Мы их допустили до конкурса. В итоге 53 предпринимателя были допущены до конкурса. На общую сумму 29 миллионов рублей. Какая сумма денег достанется каждому бизнесмену, зависело от членов конкурсной комиссии. Каждый пакет документов оценивался по определенной бальной системе и утверждался участниками заседания. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Напомню, из федерального и республиканского бюджета на поддержку субъекта малого и среднего предпринимательства было выделено 95 миллионов рублей. Очередной этап конкурса завершился. Половина суммы уже освоена. Еще предстоит распределить около 50 миллионов рублей. У нас еще остаются средства. Поэтому у нас прошел сейчас еще один конкурс. Он был объявлен с 20 октября по 5 ноября. И на него уже подано более чем 100 пакетов документов. Соответственно, и на сумму более чем 100 миллионов рублей. Поэтому, возможно, мы все эти деньги уже освоим, которые получили с федерального бюджета. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Кубертауская прокуратура проверяет в том числе качество услуг, оказываемых в сфере ЖКХ. Накануне надзорное ведомство завершило очередную проверку управляющих компаний. Подробности узнаем у старшего помощника прокурора Людмилы Воробьевой. Она у нас на связи. Людмила Викторовна, здравствуйте. Расскажите, на что обращала внимание прокуратура и какие нарушения были выявлены. Здравствуйте. Прокуратурой города проведена проверка исполнения жилищного законодательства по обращению гражданки, которой управляющая компания насчитала очень большую сумму за потребление холодной и горячей воды. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения со стороны управляющей компании, которая в период более чем один год бездействовала, не проводила контрольные проверки показаний приборов учета в квартире, установленных у данной гражданки, и не обеспечила снятие этих показаний для проведения сверки, даже после того, как гражданка неоднократно обратилась в управляющую организацию с этой просьбой. По представлению прокурора, управляющая компания устранила допущенные нарушения закона, произвела перерасчет денежных средств, которые начислила гражданки за потребление холодной и горячей воды более чем на полторы тысячи рублей. Но по результатам проверки внесено представление в управляющую компанию, и по результатам рассмотрения этого представления в дисциплинарной ответственности привлечены три виновных лица. Спасибо. Я напомню, что на связи с нашей студией была старший помощник прокурора Людмила Воробьева. На сегодняшний день в Кумертау функционирует несколько клубов патриотической направленности. Один из них – военно-патриотический клуб «Гефест». Этот год для клуба особенный, ему исполняется 30 лет. Как создавали военно-патриотический клуб «Гефест» и чем он живет сегодня, знает Константин Меркушев. Военно-патриотический клуб «Гефест» отмечает в этом году юбилей – 30 лет. Очень интересное и необычное название клуба. По словам руководителей, они долгое время думали над названием. Очень много названий уже было использовано. А это что-то было новенькое. Потом, когда посмотрели мифах Древней Греции, оказывается, это был бог ремесла и кузнечного дела. Ну а раз ремесло и кузнечное дело, то есть, как бы кузнецы своего счастья. То есть, ребята, которые воплощают в жизнь свою мечту. То есть, кто хочет кем стать, они реализуют вот в этом клубе себя. Поэтому мы остановились на этом названии и дальше стали уже с этим названием жить. К этому времени в клубе произошли кардинальные изменения. За 30 лет своего существования клуб прошел нелегкий путь становления. От подвала в жилом доме к полноценному клубу, который располагается на двух этажах. От общественных начала и энтузиазма ребят до профессионального тренерского состава. Когда я пришел в подвал, там ребята занимались, комнатку себе благоустроили немножко, натаскали туда железо и занимались спортом. Когда было им предложено, давайте сделаем все это более цивилизованно и красиво, они поддержали эту идею. Начали ремонт делать. После этого пришла идея, что же дальше. И когда вот дальше начали думать, мы остановились вот на такой идее, что желательно бы, чтобы у нас был военно-патриотический клуб. И потом уже эту идею начали воплощать в жизнь. В 90-м году зарегистрировались как юридическое лицо. И потом уже развивались совместно с помощью отдела по делам молодежи, Кумертаусского авиационного производственного предприятия и других людей, которые помогали нам. Начали уже делать военно-патриотическое объединение ГИФЕС. Теперь в клубе просторные тренировочные залы, учебные классы, профессиональный педагогический состав. Клуб работает по таким направлениям, как пауэрлифтинг, бокс, начальная военная подготовка, рукопашный бой, спелеотуризм и краеведение. На базе действует также музей «Войны России». Музей боевой славы создан в 2009 году по инициативе Марины Михайловой. Идея зарождения музея неспроста. Воспитанники клуба ежегодно ездили на раскопки и находили различные археологические предметы, исторические документы. Такая работа расширяет кругозор, формирует гражданское самосознание молодого человека, прививая ему навыки исследователя, а также патриотическое воспитание. За время существования клуба сформировалась достаточная материальная база. Наш музей ведет работу по истории всех войн, начиная с 1812 года. По отечественной войне 1812 года был сшит костюм северного амура башкирского воина. Также изготовлены куколы-манекены гусарской формы. Также ведется работа по гражданской войне. Наши ребята выезжали на раскопки в деревню Ольховка и оттуда привезли кое-какие экспонаты. Это штык-нож от винтовки Мосина. Стоит отметить, что около 300 человек ежедневно посещают различные секции. Многие из них делают упор на все существующие в клубе направления. И они должны все развивать. То есть немного того, немного того, немного того. Потому что в жизни это все пригождается. И когда разносторонние вот эти вот занятия, тогда это более интересно. А если хочешь ты добиться чего-то там большего, например, вот в боксе, да, у нас вот кандидат мастера спорта сейчас есть у нас. Вот. И много перворазрядников, то тогда уже упор делают вот на этот вид спорта имени. То есть туда уже и на соревнования соответствующие готовятся, и соответствующая специализированная подготовка происходит. И тогда они уже вот эти результаты себе набирают. В коллекции клуба не только личные достижения и награды спортсменов. Так, например, три года подряд военно-патриотический клуб «Гефе» становился победителем республиканского фестиваля военно-патриотических клубов. То есть трижды был признан лучшим военно-патриотическим клубом республики Башкортостан. Благодаря отличной работе воспитанники клуба проходят службу в рядах российской армии. Некоторые выбирают профессию военных. Физическая подготовка и знания, полученные в клубе «Гефест», помогают при поступлении в военные учебные заведения и для службы в армии. Так, за последние годы шесть воспитанников поступили и обучаются в специализированных учебных заведениях. В их числе есть и девушка. Военно-патриотический клуб «Гефест» дает не только знания, умения и навыки, но помогает выбрать свой дальнейший путь своим воспитанникам, которые становятся его гордостью. Эта неделя для города была особенной. С 4 по 6 ноября в спортивно-оздравительном комплексе «Прометей» прошел республиканский турнир по боксу на призы главы администрации. А в воскресенье состоялись финальные бои. Кто стал победителем, выясняла наша съемочная группа. Судя по количеству человек, решивших принять участие в соревнованиях, можно с уверенностью сказать, что бокс – популярный вид спорта, который развивает силу и выносливость, а также воспитывает характер. Одним словом, бокс – это спорт для настоящих мужчин. В турнире на призы главы администрации приняло участие около 50 спортсменов с разных городов республики и Оренбургской области. Такой турнир в городе впервые. Организации соревнований участники и тренеры довольны. Ну, для первого раза неплохо. Ребята приехали, привезли из региона, из Башкирии, из Оренбургской области ребята приехали. Ребята хорошие были. Судейство прошло достойно. Бои были красивые, нормальные. Все довольны. В пятницу и субботу состоялись отборочные бои. Финальные прошли в воскресенье 6 ноября. Всего было запланировано 9 поединков в различных весовых категориях. В шести из них были представители сборной Кумертау. Отрадно было наблюдать за активностью спортсменов. В каждом бою боксеры выкладывались на все 100%. Спортсмены, представляющие наш город, выиграли 4 финала. Так, например, фаворитом весовой категории до 69 кг считался Кумертаусец Герман Навесов. Воспитанник тренера Сергея Трифутина на протяжении всех трех раундов доминировал соперника на ринге. В итоге Герман стал победителем первого республиканского турнира по боксу на призы главы администрации городского округа город Кумертау. Единокласным решением судей звание победителя открытого республиканского турнира по боксу на призы главы администрации города Кумертау завалевал фонсер Синеума. Герман Навесов выступил, в общем-то, неплохо, но может выступать лучше. Просто домашние стены маленько жмут. Турнир первый раз проводится в такого масштаба. Поэтому немножко есть ответственность, какое-то волнение. Бои показал неплохие, хотя может боксировать лучше. Вы довольны? В принципе, да. Для первого блинчика неплохо. Обычно домашние стены, наоборот, должны помогать. Ну, понимаете, когда ты выходишь и у тебя есть уже за спиной бои приличные, все равно дома выступать, говорят, стены помогают. Но перед публикой ответственность другая, чтобы грязь лицом не указать. Поэтому ответственность другая здесь. И для меня, как для тренера, и для него, как для ученика. Помимо Германа, победителями стали Артур Олимбаев, Владислав Ионов, Давид Мордвинов, Роман Суняев, город Кумертау. А также Данил Юсупов, город Ишимбай. Руслан Кисиков, Оренбургская область. Арсен Акулян и Глеб Степанов, город Уфа. И Руслан Киселев, город Сталитамак. Победители-призеры были награждены медалями, дипломами и, самое главное, призами от главы администрации. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин